Всем привет, ребят, с вами Вархаммер, и вот завершился уже третий этап чемпионата в Формула-1 2004 года на портале ОСРВ. Но вы спросите, а где обзор этапа Канады? Ну, как вам сказать, его просто нету, потому что есть пост вконтакте, ссылка на который есть в описании, так что приходите, читайте. Если кратко говорить, то Канада прошла крайне-крайне хреново. Вот, так что перейдем к Бельгии. Настрой на Бельгии у меня был следующий, надо было как минимум не повторить свои успехи канадские, которые мне не хотелось никак повторять, потому что, ну, не завершить две гонки это было очень-очень плохо. Вот, плюс также все-таки Бельгия, мне достаточно знакомая трасса, я ее люблю, поэтому, в принципе, никаких проблем у меня с ней не будет, скорее всего. И я начинал потихоньку тренироваться, и в принципе в этот раз я начал тренировать еще то, что я не тренировал в Канаде. А именно, я не проезжал с ботами гоночную дистанцию, которая у нас была уже во время самой гонки. Вот, но также у нас на этот этап еще ввели небольшие послабления в износе резины, то есть у нас до этого был увеличенный износ резины в два раза, в этот раз он был обычный. И тут, сразу забегая вперед, можно сказать то, что это был на самом деле не самый лучший вариант, поскольку резина, она просто, ну, не изнашивалась особо. Да, ввели еще обязательные правила одного питстопа, но никто и не поедет без питстопа, потому что это просто глупо. Глупо. Поехать на харде еще с заполненным баком, да блин, вы будете терять очень много времени, нежели вы потеряете на одном питстопе. Вот. И, соответственно, резина, она никак не изнашивалась во время гонки, и не было такого, что тебе приходилось бороться с болидом на последних, там, четырех кругах, когда резина уже все, она уже ушла. Тут такого просто не было, что делал этап немного скучный. Ну и также еще, да, количество участников на этап в этот раз было всего лишь 13 пилотов, да в Канаде вроде было бы у нас почти 20. Так что тоже, ну, не сильно хорошие показатели, то есть, ну, возможно, люди уже потихоньку начинают забивать. Ладно, перейдем к самой тренировке. Собственно, я ее начал, как обычно, начал прикатываться к трассе, соответственно, много вылетал, прежде чем нормально поехал. Ну и также я себе сказал то, что точно надо будет проехать с ботами в гонку ради того, чтобы просто именно для себя понять, как сильно будет изнашиваться резина, то есть, типа, готовить себе стратегию. Изначально, в принципе, стратегия уже приготовила то, что там будет два медиума, потому что на софте ты не особо поедешь, он очень быстро перегревается к концу трассы, и охлаждаться он не будет за первый сектор даже. Вот, поэтому сразу софт отпадал. А хард, ну, как бы, зачем хард, когда ты можешь два медиума использовать, так как у нас все-таки нет правила использовать разные типы комплекта. Хотя, кстати, стоило бы на это правило еще прикрутить к пидстопу, чтобы как-то разнообразить стратегии. Ну что же, более-менее прикатился к трассе, немного поменял себе сетап, убрал лишние углы атаки крыльев, и за счет этого выиграл в скорости напрямых. И потихоньку начал прикатываться уже с этим сетапом, и по итогу в субботу уже вне стрима поставил лучшее все время минуту 42.2. Это был четвертый результат, до лидеров было, как обычно, как до пики на раком, лучшее время там было минуту 41.5. И я просто не понимал, где я могу найти примерно 70-х. Я, конечно, видел по тому, как люди, где выигрывают по отношению ко мне, и во втором секторе, там, полсекунды люди выигрывали. Но я просто не представлял, где я эти полсекунды могу найти. То есть, скорее всего, это уже было больше связано с сетапом. Но меня, в принципе, все устраивало, то есть, все-таки, квалификация и гонка, это две разные вещи, как я люблю говорить. Вот, и если на квалификациях я проиграю, опять же, эти полсекунды, то в гонке все будет намного иначе. Вот, ну и все-таки, да, квалификация, в принципе, более-менее неплохо проехал. Хотя нет, даже, скорее всего-таки, да, плохо проехал. Шестое стартовое место, но, окей, ладно, в принципе, без проблем можно прорваться, все будут, как обычно, ошибаться. Самое главное, мне не ошибаться. И вот первая гонка, это был полный пиздец, потому что я много где ошибся, и делал такие ошибки, и очень рано начинал разгоняться, банально. Хотя, казалось бы, даже без тракшена, на спа достаточно легко разгоняться везде, потому что только здесь два затычных места, это первый и последний поворот, когда вы разгоняетесь, как раз-таки, там, с первых передач. Ну ладно, косячил и косячил в первой половине гонки, заезжаю на пистоп, и тут я опять косякнул, я проехал чуть дальше. По итогу это тоже мне стоило времени. Как итог, я откатился, там, до седьмой позиции, и потихоньку начал догонять даже людей, которые передо мной на шестом-пятом месте. Но, тут происходит такой интересный момент, то, что в трейтинг-секторе, в начале трейтинг-сектора, парень на пятом месте ошибается на выходе из поворота, за ним ошибается парень на шестом месте. Из-за этого, да, я пытаюсь этим воспользоваться, но парень на шестом месте начинает возвращаться на траекторию, если бы я не отвернул, я бы в него просто въехал. И, по итогу, всё. На этом гонка просто закончилась, потому что я никак не мог их догнать. Плюс, ещё стоит только отметить момент, то, что во второй гонке я понял, немного другой сетап, то есть я немного убрал свои крылья, потому что я просто видел, как напрямой от меня человек отъезжает, когда я еду в его слип-стриме. Под конец прямой я набираю уже 350 километров, и он начинает просто уезжать от меня. Я просто в шоке сижу, думаю, что за хрень, какие у вас настройки крыльевские, что вы просто 350 хрена в гоночных условиях. Ну ладно, всё-таки этот момент я учёл, и по итогу во второй гонке я поставил секрет на градус поменьше везде. Ладно, переходим ко второй гонке, где я стартовал с седьмого места, поскольку я с седьмым приехал. Но также на эту гонку у нас уже впервые присутствовал реверсивный топ-6 стартовой решётки. Соответственно, тот, кто приехал с шестым, стартует первым, тот первым, тот с шестым и так далее. И вот, у нас начинается гонка. Я более-менее неплохо стартовал, передо мной человек чуть хуже стартовал. Я решил то, что окей, в первом повороте я не буду террористовать, пытаться там куда-то лезть. И просто на сейвах подъеду и начну разгоняться уже после первого поворота. Всё, в принципе, более-менее неплохо идёт. Мы начинаем уже подъезжать в красной воде. Буково к со мной начинает кто-то ехать. Я начинаю понимать то, что если мы сейчас продолжим так ехать, то это будет очень плохо. Но благо, кто-то ехал рядом со мной притормозил, и мы друг за другом вошли в красную воду. После неё напрямую произошёл просто смешной инцидент. Я не знаю, кто что там сделал кому-то, но просто парень на втором месте поворачивает в парня на первом месте. По итогу происходит завал напрямой. Небольшой завал, конечно же. В него попадает как раз один из пилотов, который тут же заканчивает гонку, потому что там сразу же поломка передней подвески, а также ещё и просто вынесенный движок. Вот. Я же более-менее умудрился вернуться от этого всего, и тем самым ещё и вышел на третью позицию. Я думаю, ну вот, всё, это мой шанс. Переди меня только два очень быстрых товарища, за которыми надо постараться удержаться в их слипстриме, и тогда у меня будет гарантированный шанс занять третье место. Но я не будь я, и, короче, ошибаюсь на торможении в начале второго сектора. По итогу отдаю третью позицию, но остаюсь на четвёртой. Позади меня также был уже достаточно большой задел, поэтому даже несмотря на эту ошибку, я остался без проблем там в двух секундах от пятого места, слава богу. Вот. И по итогу еду, 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 пытаюсь догнать парня на третьем месте, но потихоньку совершаю ошибки, и тем самым я как бы себе гарантирую только четвёртую позицию. До третьей очень далеко. Итог, четвёртая позиция, для меня это было уже очень хорошо, потому что для себя ставил задачу хотя бы минимум топ-5. И во второй гонке я с этим минимум справился. Максимум, конечно, тоже можно было сделать, но, к сожалению, не получилось. В первой гонке, кстати, тоже можно было бы на четвёртом месте прийти, если бы не одна ошибка. Но, опять же, первая гонка. Вот. В принципе, как я бы охарактеризовал спа, то этап прошёл нормально для меня, то есть не так, как была Канада, слава богу, и надо теперь продолжать работать дальше. Но проблема в том, что дальше идут интересные этапы. Четвёртый этап у нас будет в конце мая, это первого числа. Это Бразилия, я её не сильно люблю, и тут будет достаточно весело её покатать. Также после Бразилии у нас идёт Нюрбург Ринг, то есть это GP именно конфигурация, которую я очень давно не катал, и в формуле тем более не катал. Поэтому тут тоже будут некоторые вопросы. И последний пока что этап это будет Сузука, и, ну, окей, Сузука, в принципе, без проблем можно её будет проехать. Но, пока что, да, Бразилия и Германия у меня вызывают большие вопросы, как я их, в принципе, поеду. И, если вы хотите посмотреть, как я их поеду всё-таки, то, ребят, проходите на пятничную тренировку перед этапами. Всё время информация о тренировке есть в группе ВКонтакте, когда она будет. Ну, и этап тоже администируется заранее в группе ВКонтакте, так что, обязательно подписывайтесь на неё. А на этом, ребят, всё. С вами был Вархаммер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте. И до скорой встречи, пока-пока и удачи вам.